Мы вновь с Лорой Бакрак в Стэнфордской медицинской школе. Что на сегодня? Поговорим о росте детей. Отлично. Это важная тема. Об этом волнуются родители, волнуются врачи. Рост ребенка — это крайне важный показатель его здорового развития. Здесь важно понимать, какие факторы определяют позицию ребенка на кривой роста. Фактор номер один — это, конечно, наследственность. У коротышек чаще всего рождаются коротышки. Да, обычно так и есть, но я видел и противоположное. У коротышек рождаются и высокие дети. Но если суждено быть высоким, то это заметно уже в младенческом возрасте. Очень верно подмечено. Так и есть. Рост новорожденного не всегда определяется наследственностью. Бывает, что маленький рост ребенка — это вина матери. Например, она курила или чем-то болела. Рост ребенка будет меньше, чем положено по сроку. В первые три года жизни ребенок может все наверстать и вписаться в кривую роста. Давайте проясним. Я уже видел эти кривые у педиатров, когда обращался к ним. Я часто к ним ходил. Здесь отмечен возраст... В месяцах. Да, в месяцах, с самого рождения. Рождение — точка отсчета. А вот вес. Допустим, вес ребенка при рождении — 5 футов. Тут килограммы, а фунты будут слева от них. Так? 5 фунтов — это здесь. Это вес при рождении. Верно. В этом ролике я подробно расскажу про рост и массу тела в младенчестве и в детстве. Допустим, ребенок родился с малым весом и ростом. Где-то 18 дюймов. Правильно? Да. И пусть причина в том, что происходило с матерью во время беременности. А причина всегда в этом? Нет. Но при рождении наследственность влияет на это меньше, чем в дальнейшем. Интересно. Вернемся к детям, рост которых не соответствует таковому у родителей. К 3 годам все может... Секундочку. Сейчас закрою. Вот. К 3 годам ребенок, как правило, наверстывает наследственную норму. Ясно. Поэтому в это время происходит движение по кривой роста. Маленький ребенок впоследствии переходит в 50-й перцентиль в возрасте 24 месяца. Это будет выглядеть как-то так. Да, все верно. Ну, или, как вариант, очень крупный ребенок. Допустим, мать страдала диабетом. Ребенок родился крупным. И он тоже может перейти в 50-й перцентиль. А в 3 года такой переход между перцентилями считается ненормальным и является поводом к обследованию. То есть можно предсказать рост взрослого по росту в 3 года? Между 2,5 и 3 годами модель роста становится ясна. Серьезно? Здорово. То есть если ребенок в 3 или 4 года, в 25-м перцентиле, ему не быть баскетболистом? В целом, да. Но есть исключения. Существует конституциональная задержка роста. Но обычно, в каком перцентиле оказался в 2-3 года, в таком и будешь расти, если все хорошо. Я не знал, что все так предсказуемо. Очень многое определяет наследственность. Конечный рост ребенка рассчитывают на основе среднего роста родителей. Но об этом позже. Наследственный фактор — главный. Но чтобы реализовать генетический потенциал, необходимо удачное сочетание обстоятельств. Среди этих обстоятельств наиболее важным является нормальный уровень гормонов, необходимых для роста. Это тиреоидные гормоны и соматотропин. Второй фактор — это правильное питание. По всему миру есть дети, рост которых меньше возрастной нормы, потому что этих детей недокармливают. Это не дает им расти. Бывает наоборот. Я это в том смысле, что мои родители не отсюда. Я американец в первом поколении. И в моем поколении очень многие люди гораздо выше родителей, потому что питаются гораздо лучше. Известно, что дети становятся выше родителей, если росли в других условиях. Мы все знаем, что в нашей стране детей перекармливают. Из-за переедания такие дети могут быстрее набирать рост и вес, обгоняя свой возраст. Их конечный рост не увеличится, но взрослеют они намного быстрее. То есть процесс можно ускорить? Именно. Я и не знал об этом. А еще есть психосоциальные факторы. Если дети не получают родительской любви и заботы, развитие замедляется. У подростков бывают нарушения питания, вызванные психологическими проблемами. Так что эти факторы важны. Получается, что внимание и любовь определяют физическое развитие ребенка? Есть синдром психосоциальной низкорослости. То есть есть задержки роста при нехватке личностной поддержки. Интересно. Вопрос в том, когда стоит беспокоиться, правильно ли растет ребенок. Для этого нужно знать очередование темпов роста. В первые 2-3 года дети растут быстрее, чем потом. С 3 лет до полового созревания по 2 дюйма в год. Растут по 2 дюйма в год? До самого полового созревания. С 3 лет? Именно так. Но созревание дети достигают в разное время. В этом и проблема. В случае нормальной скорости роста не нужно смотреть, сколько ребенок прибавил за год. Рост будет соответствовать кривой. И можно будет перейти к другой кривой для детей более старшего возраста, от 2 до 18 лет. Вот эти кривые. После 2 лет переход между перцентилями нормой не является. Допустим, рост ребенка соответствует 5-му перцентилю, каждый год прибавляя 2 дюйма. Это здесь? Да, внизу графика. Его рост меняется плавно. Да, верно. Допустим, у другого ребенка рост в 5 лет соответствует верхней кривой. В 5 лет? 5 лет — это здесь. А через год он в 75-м перцентиле. Ага. А через год — в 50-м. Теоретически, это нормальный рост. Он лежит на кривой. Но вот темпы этого роста ненормальны. И это тревожнее, чем просто маленький рост. Понятно. Когда ко мне приводят детей с подозрением на задержку развития, меня интересуют рост и его темпы. Это два разных вопроса. Что касается роста, все сразу видно по этим кривым. Кривые соответствуют границам нормального роста американских детей от 5 до 95-го перцентиля, позволяя охватить все детское население. Также нужно рассчитать средний рост родителей. Его нужно учитывать потому, что этот показатель имеет наибольшую важность. Рассчитывают среднее арифметическое значение роста матери и отца. А давайте. Мой рост 5 футов 9 дюймов. Ага. Это 69 дюймов. Ага. А какой рост у вашей супруги? 5 футов 6 дюймов. 5 фунтов 6 дюймов. Поэтому ей не нужны каблуки. Ясно. Рассчитываем рост сына или дочери. Сына, он постарше. Прибавляем 66 дюймов. Да. И рассчитываем среднее. То есть делим пополам. Получается 67,5 дюймов. Верно. Прибавьте 2,5. Хорошо. Получается ровно 70 дюймов. Верно. Это расчетный рост вашего сына. Неплохо. Плюс-минус. Так и знал. 4 дюйма. Это немало. Немало. Но такова природа изменчивости. Понятно. Ну а для роста дочери нужно было вычесть 2,5 дюйма из среднего. Сколько это? Получается 65 дюймов. Плюс-минус 4 дюйма. Понятно. После расчетов можно поместить значение на график. На кривую. Отметьте на этой кривой 70 дюймов. 70 дюймов. Это здесь. Теперь отметьте границы диапазона. 74 и 66. Да, вот такой диапазон. Но если рост ребенка шел ниже кривой, и среднее значение пришлось на 50 перцентиль, это ниже семейной нормы. Всегда нужно учитывать рост семьи. Так что ответ на первый вопрос дает прогноз роста. Понятно. А если ребенок перейдет в 5 перцентиль? Это настораживает. Даже если прибавляет 2 дюйма в год? Все равно настораживает. Это уже повод задуматься. Но важнее не текущее положение ребенка на кривой, а его скорость роста. Отклонения от нормальной скорости роста и развития очень настораживают. Интересно. Очень интересно. Собственно, в этом заключается наша работа. Мы исследуем случаи возможной задержки роста и подбираем этиотропное лечение. Этиотропное? Например, в случае дефицита тиреоидных гормонов назначаем гормоны. Устраняете причину? Именно. Если причина в нарушении пищеварения, например, целиакии, то назначается специальная лечебная диета. Некоторые родители недовольны ростом нормального здорового ребенка и хотят давать ему гормон роста. Есть и такая проблема. Понятно, понятно. Спасибо. Это очень интересно.